Времени для литературного самовыражения у тобольского дворянина было более чем предостаточно. В 32-го года Батеньков попал в Петропавловский Равелин за участие в декабрьском восстании и провел в одиночной камере 20 лет. Не сойти с ума от одиночества узнику помогало изучение иностранных языков и штудирование Библии, которую он выучил наизусть. «Наконец, сжалься над медным стариком, силы которого начинают слабеть», — упросил Батеньков государя Николая I. Отпущенный на поселение в Томск, литератор оценивал трагические события своей жизни как излишнюю увлеченность свободолюбимыми философами от Дидро до Руссо. «Не потерял духовную энергию и живо продолжаю интересоваться наукой и литературы, составив хорошую библиотеку из ценных книг», — сообщал писатель в мемуарах. Часть своей коллекции Батеньков оставил Томичам вместе с литературным наследием, десятками сочинений, статей, писем и стихотворений. «Себе я не воздвиг литого монумента, но весь я не умру. Неведомый потомок в пыли минувшего разыщет стертый след и скажет, жил поэт, чей голос был негромок, а все ж дошел до нас сквозь толщу многих лет». В этот день, 5 апреля 1242 года, святой благоверный князь Александр Невский разбил немецких рыцарей на Чувском озере. И битва вошла в историю под именем «Ледового побоища». 5 апреля 1812 года Россия и Швеция заключили союзный договор, направленный против наполеоновской Франции. 5 апреля 1918 года во Владивостоке высадились японские войска. Начиналась японская интервенция на Дальнем Востоке. Уже через месяц после выхода России с Первой мировой страну ждал удар со стороны бывшего союзника. Японская империя нарушила мирный Портсмутский договор в 1905 году и произвела высадку своих войск во Владивостоке. Началом конфликта послужило запланированное убийство японских бизнесменов, о чем советские власти были предупреждены заранее. Япония намерена ввести военный отряд во Владивосток, для чего готовится провоцировать выступления террористического характера. Слухи эти подтверждаются сведениями из вполне авторитетных источников, так сообщала разведка. Обескровленная многолетними потерями начавшейся гражданской войной, Россия не имела возможности дать полноценного отпора. Председатель Совета народных комиссаров Ленин поддерживал любые контрмеры, которые могли сдержать наступление, включая создание дальневосточной буферной республики. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и локомотивов, готовьте минные заграждения около Иркутска или в Забайкале. В ответ интервенты, уже считавшие сибирские и дальневосточные земли своей колонии, церемониться не собирались. Отъем собственности, золото, убийство советских граждан, акции устрашения. Все шло в ход для подавления повсеместно возникавших партизанских отрядов. Но постепенно ситуация начала меняться. Поражение и огромные финансовые затраты вынудили Японию попятиться и вывести войска с территории Приморья. Еще три года длились разбирательства по поводу русского золота Российской империи, часть которого попала в руки к японцам. 5 апреля 1921 года в Константинополе был сформирован Русский совет, объявивший себя правительством России в изгнании. 5 апреля 1940 года состоялся первый полет истребителя И-200. У нас не было авиационной промышленности, у нас она есть теперь. Так заявил Сталин в 1931 году. И правда, почти половина военного бюджета страны конца 30-х шла на развитие авиации. А железные птицы слетали с конвейера буквально стаями. Так, в ноябре 1939 года началась разработка самолета И-200, уже в апреле проходили его испытания. Самолет МиГ-1 или проект И-200, получивший название от фамилии руководителя инженерного отдела Артема Микояна и конструктора Михаила Гуревича, имел хорошую дальность, маневренность и развивал скорость до 670 км в час. Очень приличный для того времени. МиГ был на хорошем счету у пилотов, отмечавших особые рабочие качества первой модели МиГа. Как, например, герой Советского Союза А с покрышками. На вертикальных фигурах он значительно превосходил прежние самолеты. Он звал летчика на вертикальный маневр. А на виражах был тяжел. Как стороннику вертикального маневра в бою, мне машина была по душе. Таким был этот день 5 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok